На одном из крупнейших очистительных заводов этот день начинался как обычно. 1800 человек были заняты на производстве. Безо всякого предупреждения мощный взрыв сотрясает завод. Взрывная волна чувствовалась на расстоянии 8 километров. Десятки людей пострадали, 15 человек погибли. Начинается отчаянная спасательная операция. Крупнейшая американская промышленная катастрофа за 15 лет сотрясает сплоченное сообщество. Следственная группа должна разобраться, что именно стало причиной катастрофы. Человеческий фактор, ошибка в конструкции или теракт. Катастрофы не происходят сами по себе. Это цепь критических событий. Нужно лишь раскрыть улики и отсчитать эти последние секунды до катастрофы. Северная Америка, Техас, район Мексиканского залива. Каждую секунду Америка сжигает почти 4000 галлонов топлива. Почти половину мирового производства. Немалая часть проходит через этот очистительный комплекс, сердце национальной экономики, зависимое от бензина. На передовой линии этой многомиллиардной долларовой промышленности в 56 километрах к юго-востоку от Хьюстона расположен Тексас-Сити. Здесь 40 тысяч людей живут кучками вокруг трех гигантских очистительных заводов. Один из них входит во вторую крупнейшую нефтяную компанию в мире British Petroleum или BP. Он дает работу 1800 рабочим и занимает целых 5 квадратных километров. Ежедневно через него проходит до 11 миллионов галлонов топлива. Такое огромное количество легковоспламеняющейся жидкости представляет собой постоянную опасность. Нефтяная индустрия имеет строгие правила и отнюдь не случайно. С 70-х годов прошлого века более сотни нефтяников погибли в промышленных катастрофах по всей Америке. Очистительный завод BP в Тексас-Сити имеет двоякую историю. Рабочие погибали здесь, по крайней мере, в шести разных несчастных случаях. В сентябре 2004 года двое рабочих обварились насмерть. Охрана здоровья и безопасности труда признала BP виновной в преднамеренном нарушении правил безопасности на производстве. Теперь BP утверждает, что привело все в порядок. Мы приняли безграничное число мер в Тексас-Сити, чтобы сделать местный завод крайне безопасным. Но с 11 сентября 2001 года возникла новая угроза. Растущий спрос на топливо оставил Америке мало места для маневры. Нападение на это место может искалечить крупнейшую в мире экономику. В итоге ФБР сейчас считает этот комплекс очистительных заводов одной из пяти главных мишеней террористов США. Два часа ночи. Ночные операторы завода BP работают в дистилляционной башне. Последний месяц башня была закрыта для рутинных работ по уходу. Это обычно происходит раз в несколько лет, и теперь операторы должны вновь запустить ее. Процесс может потребовать до 12 часов, и большую его часть нужно производить вручную. Угроза человеческой ошибки делает эту работу одной из самых опасных на любом очистительном заводе. Функция башни – дистилляция сырого топлива на легкие и тяжелые компоненты. По пути в башню жидкость подогревается в печи, и более легкие компоненты испаряются. Пар поднимается к верхушке башни и проходит через трубу. Затем он проходит через конденсатор и возвращается к состоянию жидкости, прежде чем его откачивают. Это будет добавлено к бензину, чтобы сделать его более эффективным. В то же время со дна башни откачивается более тяжелый остаток. Он пойдет на изготовление таких продуктов, как деготь. Если в ходе процесса дистилляции производится слишком много пара, операторы могут снизить давление, выпустив избыточные газы. Они или достигают отдушины безопасности, или выходят через продубную трубу. Час спустя в комнате управления срабатывает сигнализация. Жидкости башни больше рекомендуемого уровня. Вопреки правилам безопасности оператор глушит сигнализацию и продолжает заполнять башню еще в течение четверти часа. Это неофициальная, но обычная процедура, которая применялась уже много раз. В пять часов утра, за час до рассвета, инженер-строитель Дэвид Кроу приходит на работу. Контора Дэвида в 20-метровом трейлере, откуда видно продубную трубу. Несмотря на то, что он работает на очистительном заводе BP всего 8 месяцев, Дэвид с женой тесно общаются с его коллегами. Они все были друзьями, никаких проблем. Все отлично ладили. Среди друзей Дэвида — Джеймс и Линда Роу. Без 10 минут 10 в дистилляционной башне происходила смена состава. Компьютер показывает, что уровень жидкости упал до нормального. Начальник решает перейти к следующей стадии процесса запуска. Оператор начинает подавать больше топлива в башню. Через несколько минут начальнику звонят. Его сын сломал руку в школе. Он передает управление своему коллеге. В 10 часов утра операторы зажигают топки башенной печи. Этим они начинают процесс дистилляции, подогревая подаваемую в башню жидкость. С этого момента большинство функций работают автоматически. Самая рискованная часть процесса позади. Время 12.40. С виду все происходит нормально. Затем срабатывает сигнализация высокого давления. Операторы проверяют индикатор уровня башни и не находят ничего необычного. Они делают вывод, что в процессе дистилляции производится слишком много пары. Чтобы замедлить это, они выключают две топки печи, снижая температуру подачи в башню. Они также переводят избыточные газы в отдушину безопасности или в продувную трубу. Как и следовало ожидать, давление начинает падать. Незадолго до часа дня рабочие расслабляются неподалеку от дистилляционной башни. Уже неделю на производстве не было никаких инцидентов, и в качестве награды рабочим за этот рекорд безопасности руководство БИПИ оплатило им обед. Пока рабочие наслаждаются едой, к основному производственному корпусу подъезжает белый пикап. На заводе много таких машин, поэтому никто не обращает на эту никакого внимания. Среди рабочих Ральф Дин и его жена Алиса. Ральф работает здесь 8 месяцев начальником по оборудованию. Алисе 32 года. Она работает администратором в трейлере поблизости. Они встречаются друг с другом только во время обеда. Все приятно проводят время. Бесплатный обед, бесплатная еда, строители. Да, было здорово. Когда рабочие пообедали, Дэвид Кроу собрал их вместе для обычной технической беседы. Алиса присоединилась к ним в трейлере. В это время белый пикап останавливается возле продувной трубы. Водитель оставляет мотор работающим и незаметно исчезает. Хотя рабочие этого не знают, они в большой опасности. Один из крупнейших в мире очистительных заводов находится на волосок от катастрофы. На очистительном заводе BP в Тексас-Сити операторы последние 11 часов наполняли дистилляционную башню. Опасная процедура вроде бы идет по плану. Но примерно в 20 минут второго рабочие начинают беспокоиться. Они замечают лужу жидкости, просачивающуюся из-под белого пикапа. Они не знают точно, но это вполне может быть легковоспламеняющаяся жидкость. Хуже того, мотор пикапа работает на повышенных оборотах, а водителя нигде не видно. Рабочие бегут в укрытие, опасаясь худшего. Неподалеку Ральф Дин работает на погрузчике. В трейлере его жена Алиса и еще 21 рабочий, включая ее друзей Дэвида, Линду и Джеймса. Никто из них не слышит суматоху, царящую снаружи. Я никогда не слышал столь громкого звука. Невероятно громкого, почти библейского. Завод охвачен пламенем настолько, насколько хватает взгляда Ральфа. Ударная волна взрыва ощущалась на расстоянии 8 километров. Сразу за городом Тексас-Сити жена Дэвида Кроу, Жоржина, занята работой. Через несколько минут после взрыва местные телеканалы показывают горящий очистительный завод. Жоржина узнает рабочее место своего мужа. Сердце забилось, как сумасшедшее. Возникла слабость в желудке. Не знаю, кажется, мне хотелось кричать. Стало ясно, что произошла крупная катастрофа. В панике Жоржина звонит своему мужу Дэвиду. Но ни его мобильный телефон, ни настольный телефон в трейлере не отвечают. Самое печальное, что числа жертв, к сожалению, может быть больше. Ошеломленный взрывом Ральф Дин внезапно осознает, что его жена должна была оказаться в самом эпицентре взрыва. Но когда он подбегает к трейлеру, то ничего не находит. Алисы нигде не видно. Не помню, чтобы я что-то почувствовал. Единственная в то время мысль, которую я помню, я должен найти и вытащить ее оттуда. Дэвид Кроу также был в трейлере. Он упал, потеряв сознание, и теперь лежит, оказавшись зажатым, под грудой обломков. Он серьезно ранен. У него сломана нога, раздроблена пятка и сломан шестой позвонок. Но если он не будет действовать быстро, он сгорит заживо. Придя в себя, Дэвид отчаянно пытается высвободиться. Несмотря на жестокие повреждения, он выползает из самой опасной зоны. Однако его все еще окружают языки пламени. В поисках пути спасения Дэвид замечает Ральфа, который ищет свою жену Алису. Ни тот, ни другой не понимают, где они находятся. Узнать что-либо было просто невозможно. Все разнесло в клочьях. Это было, наверное, после поля битвы, это самое худшее зрелище. Настоящий ад на земле. Это было хрена на земле. В то же время Эва Роу направляется в гости к своим родителям, Джеймсу и Линдзе. Она живет рядом с Далласом в четырех часах езды и видится с родителями не так часто, как бы ей того хотелось. До Пасхи всего несколько дней и она предвкушает, как проведет праздник с семьей. У меня было отличное настроение. Я просто ехала и наслаждалась этим днем. Эва понятия не имеет о взрыве и о том, что ее родители оказались в его эпицентре вместе с женой Ральфа, Алисой и мужем Жоржины Дэвидом. На все из них выживут. Многих это событие подкосило. Мы даже почувствовали, как дрожала земля и окна. Мы это почувствовали и выбежали наружу, увидев все, как землетрясение. На очистительный завод прибывают 200 пожарных. Это было похоже, будто здесь произошел ядерный взрыв. Он просто все смел. Я в тот день видел такие вещи, которые большинство людей никогда не видели и надеюсь. Никогда и не увидят в своей жизни. Спасательные службы вынуждены работать быстро. Миллионы галлонов воспламеняющихся материалов находятся в метрах от огня. Дэвид Кроу лежит покалеченный, задыхаясь от ядовитого дыма. Затем на него натыкаются двое коллег и оттаскивают его в безопасное место. Каким образом я выбрался от этого? Почему я? Почему меня спасли? Думаю, у всех нас есть свои ангелы-хранители. И мои в тот день были со мной. Медики сначала будут проедать на месте, чтобы привести стабильное состояние раненых наиболее серьезно, а затем подготовят пациентов к немедленной транспортировке в ближайшую больницу, либо на вертолете, либо на машине скорой помощи. Все имеющиеся вертолеты и десятки машин скорой помощи доставляют жертв в больнице. Жена Дэвида Кроу, Жоржина, узнает, что ее муж жив. Увидев его, она поражена тому, в каком он состоянии. Он выглядел так, будто его привязали к машине и тащили по дороге. И я сказала ему, я люблю тебя. И рада, что ты все еще здесь. Но не все находятся в безопасности. Ральф Дин продолжает отчаянно искать свою жену Алису. Я мог думать только о том, чтобы разбирать завалы. Я как будто разбирал их и ничего не мог найти. И в тот момент, когда его усилия кажутся уже безнадежными, он обнаруживает обломки, в которых узнает контору своей жены. Под ними он находит тело. Это Алиса. Она еще дышит. Она без сознания, но жива. Тяжелая мебель защитила ее от взрыва и спасла ей жизнь. Но Джеймс и Линда Роу, которые также были в трейлере, все еще не найдены. Их дочь Эва теперь всего в 45 минутах от Тексас-Сити, и она ничего не знает о взрыве. Произошел крупный взрыв от одного из позвонивших нам свидетелей. Мы узнали, что взрыв произошел на очистительном заводе БП. Услышав новости, она немедленно звонит матери, но никто не отвечает. Я поняла, что что-то не так, она ведь всегда не отвечала. А в этот раз не ответила. Я хотела бы, чтобы она ответила. На месте взрыва у пожарных ушло более двух часов на то, чтобы потушить пожар. От третьего по величине очистительного завода Америки остался обугленный остов. В общей сложности ранены 170 человек. 15 погибли. 11 человек погибли в трейлере, но до сих пор не ясно, были ли среди них родители Эвы. Многие тела так обгорели, что их невозможно идентифицировать на месте. На следующий день Эву просят принести медицинские карты ее родителей. Она наконец узнает, что оба они погибли. Меня сразу начало трясти, как будто все мое тело неуправляемо дрожало. Руки, ноги. Я не могла заставить себя остановиться. И так продолжалось полгода. Это дрожание не проходило. Выжившие при взрыве также травмированы. Наверное, больше всего меня преследует мысль о том, что я ничего не мог сделать. Я долгое время видел во сне моих друзей и говорил с ними. Я не знаю, насколько это нормально, но это действительно беспокоило меня. Катастрофа повергла Тексас-Сити в траур. У всех на устах вопрос, что стало причиной этого кошмара. Теперь, глубоко погрузившись в официальное расследование, мы можем раскрыть пагубную цепь событий, приведших к взрыву в Тексас-Сити. Первыми представителями закона на место взрыва прибыли не следователи, а агенты ФБР. Они приехали через несколько часов после катастрофы. В эпоху мирового терроризма эта служба с подозрением относится ко всем крупным взрывам. Техасская нефтяная промышленность особенно их беспокоит. После 11 сентября эти заводы обозначены как мишени большой ценности. Возможность зверского террористического акта очевидна. Агенты опасаются, что эта катастрофа может стать началом новой волны внутреннего терроризма. Они допрашивают свидетелей в поисках первых улик. Их внимание немедленно привлекает упоминание о белом пикапе. Несколько свидетелей припоминают, что слышали работу двигателя машины на повышенных оборотах, хотя водителя в ней не было. Агенты должны выяснить, действительно ли эти факты так зловещи, как они звучат. Но едва они решили, что продвинулись вперед, заявления других свидетелей пролили новый свет на это дело. Агенты узнали, что за шесть минут до взрыва было видно, как из продувной трубы сочилась жидкость. Пикап же был припаркован менее чем в девяти метрах. Они поняли, что проливающаяся жидкость могла объяснить загадку громко работающего двигателя. Обычно карбюратор двигателя очищает воздух вместе с бензином, который воспламеняется, заставляя двигатель громко работать. Но белый пикап вбирал в себя необычный воздух. Его мотор был переполнен нефтехимическими парами от выливавшейся жидкости. Это объясняло повышенные обороты мотора, несмотря на отсутствие в машине шофера. Маленькой искры от работающего двигателя было бы достаточно для того, чтобы зажечь испарение. Похоже, что теперь винить во взрыве нужно пролившуюся жидкость. На терроризм это больше не похоже. И ФБР передает расследование другой команде. В 1900 километрах в Вашингтоне федеральное агентство получает работу. Совет по химической безопасности и расследованию чрезвычайных происшествий, или СХМ, был основан в 1998 году, чтобы расследовать промышленные инциденты. Эта организация независима от любой другой правительственной ветви. Члены правления назначаются непосредственно президентом и утверждаются сенатом. Команда прибывает в Тексас-Сити на следующий день после взрыва. Ею руководит главный следователь Дон Холмстрюм. Опытный юрист с годами практики на очистительных заводах Холмстрюм считается ведущим экспертом в области нефтехимической безопасности. В течение последних десяти лет он расследовал целый ряд крупных происшествий. Пресса называет его «евангелистом безопасности» — прекрасный кандидат, выдерживающий напряжение крупного расследования. Катастрофы такого масштаба естественно привлекают повышенное внимание со стороны прессы и общественности в целом на международном уровне. Но Холмстрюм понимает, что продвижение будет медленным. Ключевые свидетели или мертвы, или ранены. Большая часть улик уничтожена во взрыве, а место взрыва небезопасно. Ясно, по крайней мере, одно. Свидетельства очевидцев сделали главной виновницей продувную трубу. Именно оттуда лилась жидкость, которая попала под белый пикап. Холмстрюм знает, что продувная труба последняя от души на безопасности дистилляционной башни. Ее функция — выпускать газ и пропускать жидкость в небольшом количестве. Но жидкость ни при каких условиях не может перелиться из 35-метровой трубы. Что-то должно было пойти катастрофически неправильно. Но что? Команде нужно начинать собирать физические улики с места взрыва. В частности, им нужно найти жесткий диск компьютера из основного производственного корпуса. В нем есть все данные о дистилляционном процессе в электронном виде. Но продвижение вперед быстро начинает буксовать. Взрыв выпустил канцерогенный газ бензол, и на его рассеяние понадобятся дни. Следователи не знают, когда они смогут безопасно начать работу на месте. Американская нефтяная индустрия отчаянно ждет ответов. Является ли эта катастрофа трагическим единичным случаем, или она может повториться еще где-то? Идентичные дистилляционные башни существуют в очистительных заводах по всей Америке. Если они небезопасны, нефтяная промышленность может быть покалечена. В последовавшей неизвестности цены на бензин рекордно подскочили, и крупнейшая в мире экономика оказалась на грани кризиса. Сильнейший взрыв подряс очистительный завод British Petroleum в Тексас-Сити. 170 человек пострадали, 15 погибших. ФБР отвергает возможность теракта. Теперь Дон Холмстрюм и его команда из Совета по химической безопасности должны выяснить, что произошло. Холмстрюм знает, что катастрофу можно проследить по воспламеняющейся жидкости, которая выливалась из продувной трубы. Труба соединена с дистилляционной башней, и Холмстрюм подозревает, что оттуда и поступила жидкость. Чего он не понимает, так это то, как она могла попасть в продувную трубу, и уж тем более наполнить ее. В ходе дистилляционного процесса жидкость в башне не должна превышать уровень в 2 метра. Холмстрюм знает, что для того, чтобы перелиться, она должна подняться к вершине башни более чем на 46 метров над своим обычным уровнем. Но есть целый ряд мер безопасности для предотвращения этого. Во-первых, затвор от души на безопасности автоматически регулирует поступление жидкости со дна башни. Если она начинает превышать обычный уровень, затвор приоткрывается шире, и уровень снова снижается. Во-вторых, индикатор уровня должен снабжать операторов в комнате управления постоянно обновляющимися данными о том, насколько наполнена башня. К нему привязана высокочувствительная сигнализация, которая должна сработать, если башня начнет переполняться. Помимо нее, есть и вторая, запасная сигнализация. Система должна работать безотказно. Но если подозрения Холмстрюма верны, все эти меры безопасности не сработали. Он должен выяснить, что произошло в башне до взрыва. Он начинает с допроса свидетелей. Вскоре он узнает, что дистилляционную башню запускали в день взрыва. Это слишком серьезно, чтобы быть совпадением. Несмотря на то, что запуск сопровождается строгими инструкциями безопасности, это потенциально опасный процесс. Могло ли это быть связано со взрывом? Холмстрюм начинает допрашивать операторов, которые работали над запуском, и выясняет, что его теория может быть верна. Он выясняет, что операторы ночной смены нарушили правила безопасности. Вскоре после трех часов ночи в комнате управления сработала сигнализация, предупреждающая, что уровень жидкости слегка превысил 2,5 метра. Но оператор отключил ее и ничего не предпринял. Он рассказал Холмстрюму, что переполненная башня и игнорируемая сигнализация в порядке вещей. Когда подаваемый материал начинает циркулировать по системе, уровень башни часто падает. Он утверждает, что переполненная башня не только экономит время, но и помогает избежать неудобств с ее более поздним наполнением. Это обычная практика. Он оставил уровень примерно на 4 метрах, уверенный в том, что он вернется на 2 метра, когда оператор дневной смены запустит циркуляцию подаваемого материала. Холмстрюм обнаружил явное нарушение мер безопасности, что может быть связано со взрывом. Но когда он начинает допрос оператора дневной смены, тот поддерживает своего коллегу. Во время своей смены он постоянно присматривал за индикатором уровня и ни разу не увидел чего-либо тревожного. Он все время показывал уровень ниже 3 метров. Было похоже, что эта линия вопросов могла вести Холмстрюма в тупик. Но Холмстрюм решает поближе рассмотреть индикатор уровня, и здесь его ждет первый прорыв. Он обнаруживает у индикатора фатальный дефект. Он способен измерять уровень жидкости лишь до 3 метров, который на панели управления оператора показан как 100%. Все, что превышает этот уровень, не отражается индикатором. Хуже того, дефект индикатора означает, что если жидкость превышает 3 метра, он может даже показать снижение уровня. Холмстрюм понимает, что показания оператора не означают, что запуск был безопасным. Ему кажется, что он на верном пути. Но даже при наличии таких ошибок мер безопасности было вполне достаточно для предотвращения взрыва. Вторая сигнализация, расположенная над первой, должна сработать, если уровень жидкости превысит 2,5 метра. Но никто не помнит, чтобы она сработала. Холмстрюм сосредотачивается на запасной сигнализации. Он просматривает рабочие наряды BP и находит еще одну критическую ошибку. До взрыва было доложено о поломке сигнализации. И нет записи о том, что ее чинили. Теперь Холмстрюму известно, что одна высокочувствительная сигнализация башни была отключена, а вторая вообще не работала. Но даже при неработающих сигнализациях дальнейшие меры безопасности должны были предотвратить подъем жидкости в башне. Уровень жидкости автоматически регулируется контрольным затвором от душины. Если уровень становится слишком высоким, затвор автоматически открывается шире, что выпускает из башни больше жидкости. Мог ли он быть дефектным? Без доступа к месту взрыва следователи не могут сказать наверняка. Холмстрюм получил от оператора дневной смены подтверждение того, что жидкость на самом деле выливалась из башни нормально. К своему ужасу он узнает, что оператор не считал, что это нужно проверять. Это серьезный недосмотр, но сам по себе он не способен вызвать катастрофу. Правила безопасности требуют, чтобы начальник смены все время был поблизости и следил за поступлением жидкости в ходе запуска. Поговорив с начальником смены, Холмстрюм делает еще один прорыв. Незадолго до 10 часов ему позвонили и сказали, что его сын сломал руку. Он оставил свой пост, передав управление коллеге. Холмстрюм спрашивает замещающего начальника, который делает шокирующее признание. Он ранее никогда не управлял процессом запуска, так что он не сделал запись о выходе жидкости из башни. До сих пор Холмстрюм узнал о слабых операциях, плохом уходе за оборудованием и о начальнике смены в критический момент, покинувшем свой пост. Теперь Холмстрюм не сомневается в том, что во взрыве надо винить процесс запуска. Но ему все еще не хватает доказательств. Через неделю после взрыва команда наконец получает долгожданную новость. Им разрешено войти в зону взрыва. Следователи обшаривают завалы, снимая все на пленку и сделав 200 фотографий. Масса доказательств была уничтожена взрывом. Но самая важная улика уцелела. Жесткий диск из комнаты управления башней. Он аналогичен черному ящику самолета и содержит электронные данные всех ключевых процессов, происходящих в башне. Наконец-то у Холмстрюма есть информация, которая, как он надеется, подтвердит его теорию. Он немедленно просматривает данные о контрольном затворе от Душина. Как и следовало ожидать, в нем состоит главная проблема. Утром в день взрыва он был поставлен в позицию закрыто вместо автомат. Затвор не управлял уровнем жидкости в башне, как должен был. В 9.52 утра оператор дневной смены начал подачу материала. Он три часа закачивал жидкость в башню, не замечая, что из нее ничего не выходит. За это время его начальник также не заметил дисбаланса в поступлении жидкости. Это потенциально смертельно опасная ситуация. Но Холмстрюм еще должен установить, как жидкость вытекла из башни. Он снова просматривает жесткий диск и выясняет, что вскоре после часа дня, менее чем за 20 минут до взрыва, снижающие давление в башне затворы были открыты. Эти затворы контролируют газ, а не жидкость. Компьютер подтверждает, что жидкость в самом деле достигла верхушки башни и вытекла через газовые трубы. Когда затворы открылись, ей открылся путь в продубную трубу. Жидкость быстро заполнила 35-метровую трубу и стала выливаться сверху. Интуиция Холмстрюма не подвела. Фатальная серия ошибок в ходе процесса запуска действительно привела к катастрофе. Когда BP узнает, что произошло, компания берет на себя всю ответственность за взрыв. Но через два месяца BP сваливают большую часть вины на работников низшего звена. Это не нравится многим в Тексас-Сити. Люди знают о проблемах в области безопасности на очистительном заводе BP и чувствуют, что из их коллег делают козлов отпущения. Они находят союзника в Доне Холмстроме. Он согласен с тем, что обвинить горстку людей очень удобно. Проблема с обвинением конкретного человека заключается в том, что можно сделать вывод, что если избавиться от этого человека, то все проблемы будут решены. Холмстром хочет знать, сколько уже существуют эти проблемы с безопасностью. Он возвращается к жесткому диску компьютера, найденному среди обломков. В нем есть данные о предыдущих запусках за годы работы. Он обнаруживает пугающий перечень промахов. Записи доказывают, что оператор ночной смены действительно говорил правду. Игнорирование правил безопасности в ходе процесса запуска в самом деле было обычным делом. В 13 из 16 предыдущих запусков уровень жидкости превышал 3 метра, предел индикатора уровня. Каждый такой запуск мог закончиться катастрофой, но руководители очистительного завода не справились с расследованием этих промахов. Культура безопасности до происшествия также явно оставляла желать много лучшего. Далее Холмстрем обращает внимание на расположение трейлера, где погибло большинство жертв. Его беспокоит, что трейлер находился всего в 37 метрах от продувной трубы. Он хочет знать, как Би-Пи могла одобрить его расположение в таком опасном месте. Для него риск очевиден. Рабочие не первый раз погибают таким образом. В 1995 году на очистительном заводе Пенсильвании принадлежащем компании Пензойл трейлер находился близ двух больших топливных баков. Когда баки взорвались, погибли пятеро рабочих. Итоговое расследование подтвердило опасность расположения трейлеров близ воспламеняющихся материалов. Но в Би-Пи не прислушались к этому предупреждению. Там посчитали, что удобство от расположения служащих близко к их рабочему корпусу важнее соображений безопасности. Холмстром узнает, что в Би-Пи пытались оправдать расположение трейлера многочисленными анализами риска. Компания решила, что безопасность трейлера зависит от его занятости. Так что, несмотря на его опасную близость от продувной трубы, из-за того, что он большую часть года пустовал, риск для служащих был низким. Холмстром находит эту логику глубоко порочной. Разумеется, если вы работаете в трейлере и вас помещают рядом с корпусом опасных процессов, не имеет значения, подвергаетесь ли вы риску несколько недель или год, это все равно опасная для вас ситуация. Слабые меры безопасности и подверженные опасности служащие это смертельная комбинация, особенно в свете серии фатальных событий, преследовавших Тексас-Сити. Проблемы в Тексас-Сити существовали уже много лет. Безопасность на заводе была весьма недостаточной. Рабочие беспокоились, приходя на работу из-за опасности катастрофических происшествий. Нельзя каждый день приходить на работу под угрозой смерти. Этот очистительный завод годами убивал людей. Вероятно, он был построен в злом месте, так что его нужно закрыть и установить перед ним мраморную плиту с именами всех погибших, а потом просто уйти оттуда. Еще до взрыва завод Тексас-Сити был самым опасным очистительным заводом в Америке. С 1970-х в происшествиях здесь погибло более 30 рабочих. Не думаю, что эти инциденты как-то связаны между собой. Их было несколько, и мы сожалеем о каждом из них. Однако считают, что последние проблемы BP с безопасностью на самом деле связаны между собой и след ведет к самой верхушке предприятия. В самой страшной промышленной катастрофе последнего десятилетия погибло 15 рабочих очистительного завода BP в Тексас-Сити. Многие сейчас беспокоятся о своих близких термах. Очень трагичный день в Тексас-Сити. Дон Холмстром и его команда из Совета химической безопасности расследуют историю инцидентов на заводе. Несмотря на заявление BP о том, что они делают выводы из своих слабых мер безопасности, команда находит доказательства обратного. В 1998 году внутреннее распоряжение правления BP в Лондоне предписывает всем руководителям очистительных заводов сократить текущие расходы на 25%. Такое сокращение бюджета является прямой причиной катастрофы. Последняя отдушина безопасности в ходе дистилляционного процесса это продувная труба. Несмотря на все ошибки в ходе запуска эффективная отдушина безопасности могла бы помочь избежать трагедии. Но продувная труба это устаревшее изобретение придуманное более 50 лет назад. Холмстрюм обнаружил, что в 2002 году в BP решили не менять трубу на современную систему безопасности сжигания. Эта современная модель предотвращает переизбыток жидкости путем сжигания избыточных газов. Новая модель могла бы помочь избежать катастрофы. Это случай, когда компания отрицает риск. Они знали об опасности. Они были в курсе угрозы. Но когда у них была возможность что-то предпринять, они этого не сделали. Замена продувной трубы обошлась бы в 6 миллионов долларов. Это примерно продуктивность одного рабочего дня на очистительном заводе Тексас-Сити. Для работавших там людей это была бы невысокая цена. Именно люди, люди, вот что самое главное. Не завод, не сама корпорация, а именно люди. Это люди. Это люди. Дэвид Кроу вновь начал нормально ходить лишь спустя полгода после происшествия. Его все еще мучают боли от повреждений. Но дольше всего затягиваются именно моральные шрамы. Это уже не тот человек. Он был спокойным, беззаботным человеком. А теперь он ознобился из-за того, что потерял друзей. это причиняет нам массу проблем. Жена Ральфа Дина, как и Дэвид, пострадала от перелома спины. Ей пришлось удалить желчный пузырь. 20% ее тела обгорело. Несколько недель врачи предупреждали Ральфа, что она может умереть. Моей жене придется жить с этим до конца своих дней. Это часть жизни, которая теперь все время будет с нами. Конечно, я зол, черт побери, и вряд ли это когда-нибудь изменится. Эва Роу также пытается жить дальше. спустя год после взрыва она все еще не может смириться с мыслью о том, что потеряла родителей. Знаете, это действительно тяжело, когда нельзя опереться на кого-то из них. Но я рада, что они вместе. Конечно, я бы хотела, чтобы они были оба живы, но я бы не могла выбрать кого-то из них, так что рада, что они вместе. После взрыва Би-Пи отложила более миллиарда долларов на выплату компенсации. Шестеро рабочих, включая оригинального начальника смены, выиграли исковые заявления о клевете против компании, которая обвинила их в катастрофе. Би-Пи назначила нового руководителя завода в Тексас-Сити, а также улучшила свою учебную программу. Компания передвинула свои трейлеры и начала замену продувных труб. Теперь компания ведет полный контроль за своими глобальными операциями. Продолжение следует... Продолжение следует...